Двое кубинцев попали в инфекционное отделение Видновской районной клинической больницы с симптомами COVID-19. Уроженцы Острова Свободы прибыли в Россию семьями в качестве туристов и даже успели побывать на Красной площади. На этом их знакомство со столичными достопримечательностями закончилось и началось тесное общение с медиками в РКБ. С Лазара Кубана ему 54 года. Он приехал с своими тремя детьми сюда. Остановились они, видимо, познакомившись в интернете с какой-то семьей, приехали, остановились в семье. И на третий день пребывания в России он почувствовал себя нехорошо, у него поднялась температура. Дети пригласили соседку, и она вызвала скорую помощь. И, в общем, он сделал компьютерную томограмму, на которой оказалось, что у него поражение легких. А 34-летний Саморе Торренс после того, как почувствовал недомогание, сделал ПЦР-тест, и он оказался положительным. У него КТ-2, к сожалению, степень поражения больше, чем у предыдущего парня. Но, в общем, чувствует он себя, конечно, не очень хорошо. Но лечим. Пациентам, общаться с которыми медики вынуждены через программу переводчика, была назначена комплексная схема лечения с противовоспалительными и противовирусными препаратами. Сейчас состояние обоих мужчин стабильное, с положительной динамикой. У него хорошая была сатурация утром. Вот, и анализы у него неплохие. Вот, 99, отлично. То есть мы его еще понаблюдаем пару дней и будем выписывать рекомендации, он уже до лечения с амбулатором. Мужчины отмечают, что соблюдали все санитарные правила. А сейчас медики предупреждают о новом индийском штамме. Если раньше инкуляционный период длился где-то от 7 до 10 дней, то сейчас буквально на 3-4 день разворачивается картина. Убирает обороты, не падает сатурация. Состояние пациента очень быстро ухудшается. То есть развитие болезни происходит в более короткие сроки. Потом он проявляется большим поражением в желудочно-кишечном тракте. То есть очень часто пациенты поступают с основной причиной не только подъем высокой температуры фибрии, но и еще нарушение ствола. То есть это диарея многократная. Поражации, слизистые. Меняются алгоритмы лечения мутированного вируса. Ориентируемся на результаты анализов. То есть мы всегда учитываем показатели коглограммы, биохимии, общего анализа крови. В зависимости от этого мы либо увеличиваем, либо наоборот уменьшаем ту основную терапию и те дозы препаратов, которые были при стандартном лечении. Как рассказала Светлана Муленовская, российские вакцины защищают и от нового дельта-штамма. Что такое мутация вируса, дельта-штамма? Это эволюция вируса. Любой вирус, который размножается в наших органах и в тканях, в клеточках, он в процессе репликации мутирует. То есть там происходят какие-то поломки в геноме. Медики просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Наталья Буслаева, Ольга Садовская, Видное ТВ.